Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и сегодня хочу представить ваше внимание игрушка On My Own. Это такая своего рода выживалка, 2D-шная, как вы видите, всё весьма пиксельно, но у меня от этого игра не стала как-то менее милее. Что же, давайте не будем голословными и начнём, посмотрим все плюсы и минусы данной игры. Сам я ещё пока в неё не играл, так что... Так, новая игра, так, ага, персонаж, смотрите, можно выбрать полперсонажа, это уже хорошо. Что же, давайте будем бородатым дядькой. Так, это, видимо, генерация мира идёт, я так понимаю. Хм. Когда я думал, что 2D, я не думал, что будет под таким углом обзор. Что ж, в принципе, неплохо. И... Сейчас нас запустят в игру. Так. Угу, краткие напутствия. Смотрите, тут есть 4 сезона. Лето, осень, зима и весна. Что ж, неплохо, видимо, нам нужно будет постараться как-то выжить. Всё это время. Так, краткое руководство. Бла-бла-бла. Поголосочки энергии. Еды. Инвентаря. Ага. Понятно. Всё, в принципе, понятно. Так. Здесь это, то есть, тусовка. Место проживания. Так, смотрите, есть первое наше задание. Это... Развести огонь. Но чтобы это сделать, нужно добыть дерево. Так. Ага. Смотрите, у нас есть топор. Пойдёмте порубим это дерево. Дерево, это мне нужно. Мне нужны твои составляющие. Что ж. Игрушка сделана на движке Unity. Что, в принципе, придаёт ей такую лёгкость. Меньше лагов. Да и графон весьма такой, как бы, приземистый. Я думаю, в принципе, неплохо так. О. Это ягодки, да? Я могу их собрать. Ммм. Неплохо, да? Запись. Появилась новая запись в журнале. Что ж. Это хорошо. На будущее всякое нам это понадобится. Давайте ещё пособираем деревьев. Так. По-а. Ага. Если кликнуть на персонажа, то открывается инвентарь. Что ж. Хорошо. Смотрите, там белочка висит на дереве. Давайте срубим дерево. Ну-ка. Посмотрим, что она будет делать. Белочка. А, она на другом дереве. Что ж. Хорошо, белочка. Я всё равно постараюсь спилить это дерево. Вот она. Фух. Наконец-то мы нашли эту белочку. Ух ты. Смотрите. Перо. А, чуметь. Там, видимо, был какой-то загашник в виде гнезда или ещё чего-нибудь. Так. Это у нас... Камни. Булыги. Всякая здесь булыга нужна, как и в других играх. По-любому. Вангуи. Ого. Мы стали тяжелее. У нас много вещей в инвентаре. Поэтому еле-еле передвигаемся. А ещё немножечко проголодались. Что ж. А, и как мне положить? Да. Да. Ага. Одно брёнышко положили. В принципе, как бы достаточно, да? Спичка. Вуаля! У нас есть огонь. Всё круто. Так. Нам нужно создать четыре... Получается... Четыре ловушки. Крафт-меню. Секундочку, дорогие друзья. Давайте я ещё немножечко дровишек подброшу. Потому что как-то совсем мало. Неплохо. Что ж. А, журнал. А, вещи. Так. Ясно. Типа они открыты ещё. Там есть жирность. Информация. Понятно. Короче, как бы крафт надо самому, да, открывать? Заметьте. Экран как бы темнеет. Это, видимо, смена так дня и ночи. Как-то по углам всё темнеет, темнеет. Ну, ладно. В принципе, что тут я смотрю? Палочка, наверное, да, камушек. Давайте попробуем. Палочка да камушек. Готово. Так. Где наша ловушка? Да, дорогие друзья, что-то я не понял. Где ловушка? Куда дели ловушку? Подонки-подлецы. Поймайте кролика ловушкой. Я бы с радостью, блин, да вы что-то у меня всё потырили. Чуваки, так нельзя же. Как так жить, а? Читайте письмо. Покрути и повертай. И будь тебе счастье. Хорошо. Спасибо. Вы мне очень помогли. Так, смотрите, получается у нас тут верёвочка, да? С верёвочкой палочка. Получается такая хренотень, благодаря которой мы будем потом в последствии разводить огонь. Что ж, неплохо. Пойдёмте ещё булыжник поищем. Эй, булыжник. Подай-ка мне. Так, кролик. Хорошо. Странно, куда в прошлый раз она потерялась? Честно сказать, вот я не понимаю, как её надо ставить. Может, я чё-то не догоняю. Вот опять, смотрите, куда-то пропала. Ведь куда-то пропадает, видите. Куда вот, чувак, куда ты её прячешь? Давай-ка колись. Окей. Ага, день кончился, да? Странно, как-то быстрый день кончился. Я ничего не успел толком сделать. Так ведь и сдохнуть можно от голода. Хм, что ж, ладно. Давайте отправимся опять на поиски. Что-то как-то не так всё пошло, как должно было быть. По крайней мере, я себе представлял это всё иначе. Так, а ягодки можно погрызть? Смотрите, грызём ягодки. Ага. Показатель еды вроде как растёт. Да. Отлично. Давайте ещё подкрепимся ягодками. Так. Погрыть так можно? Нет. Это работает всё по-другому. Не так, как хотелось бы. Ну ладно. Что ж. Немножко подкрепились. И я всё-таки не пойму, что за мистика царит с изготовлением ловушек. Что это ещё за ерунда такая, а? Смотрите, у нас там что-то есть. Прячется. Вот как этого злосчастного кролика теперь поймать, а? Что ж. Давайте опять попробуем. Опять 25. Так. Что если я сделаю камень? Тёсанный камень. С палочкой. Ни хрена, да? Ладно. Всё с тобой ясно. Опять надо искать камень. Да ё-моё. Ребят, это ужасно. Честно скажу. Отвратительно. Какого хуанхэ, прошу вас, как говорится, вашего прощения за выражение такое, ловушка делала там. То есть она вот по такому расстоянию может ставиться? Ну ладно. Поставим ловушник хотя бы так. Не знаю. Ой, смотрите, я что-то схватил, куда-то потащилось. Ну, давай, давай, детка. Давай, я знаю, ты можешь. Давай, я держу тебя. О, смотрите, у нас там есть спички, да? Что это? Шоколадка. Это в домике. Давайте этого кролика тоже обманем. Смотрите, как мы его так раз и на пути поставим. Я, может, что-то не врубаюсь, но, по-моему, он заигнорил просто тупо мою ловушку, послав её куда подальше. Давайте журнал почитаем. Может, что-то и не так делаем? Понятно. Три палочки, камень. Ага. Берёвочка нужна. Снова. Нить. Соединить. Растяжка. Да, ребят, если честно... Ничего я не понял. Коррекция там. То бишь, получается, как бы при должном правильном подходе с установкой данной ловушке должно, как бы, всё получиться. Ну, я чё-то, если честно, ничего не вижу. Опять очередной раз куда-то у нас спряталась ловушка. Так, ловушка, дорогая наша. Уважаемая ловушка. Не могли бы вы, наконец-то, всё-таки установиться, а? Да мы уже запарились изначально? Ну, как бы, я так скажу... Ой, извиняюсь, изрядно запарились. Так, вас поставить, а? Хорошо. Ну, типа, говорит, так поставить. Я не знаю. Я уже там-сям покликал. Чё-то как-то... У них шибко что-то изменилось. Эта ловушка опять где-то тут спряталась. Как так она это делает, я не понимаю. Ой, какой ужас, а? Я не знаю. Давайте ещё разочек чё-нибудь попробуем. Такой эдакой правой кнопкой мыши ничего не происходит. На E открывается инвентарь. Понятно. Пробел тоже ничё. Хорошо. Что ж, я думаю, надо запастись едой. Чувствую какой-то есть косяк в этом деле с ловушкой. Не знаю, разберусь я или нет. Давайте просто хотя бы попробуем, не знаю, там, дожить до следующего сезона, хотя бы до осени. А то я даже не знаю, вот, шторм, как дальше делать, понятия не имею. Мне кажется, я так не доживу, если всё таким же макаром пойдёт. Мне кажется, ничего не получится. Ничего не выйдет. Так, давайте я потыкаю на все кнопочки, понять я не могу. Ага. Ентер использование. Отлично. Хорошо, дружище. А если мы сделаем эту технологию, как говорится, по тому принципу, по которому ты идёшь, то бишь через одно место. Давайте проверим ловушку нашу. Вот она есть. Ентер. Ага, он сам поставил. Отлично. Тоже как бы так тупо расставил, да, и всё, собственно. Вот как хочешь, так, чё хочешь, то и делай. Интересный подход, если честно. О. Лосяшбургер, привет. Лосяшбургер. Всё, убежал. Ну ладно, пока что ничего такого страшного не вижу. В принципе, можно и без кролика обойтись. В любом случае, если она пока не знает, как дальше нам выживать. Кролик, кролик, кролик. Ух ты, смотрите, а. Дигабрас. Навряд ли он такой дружелюбный. Как я думаю. Давайте посмотрим, можно ли камушек, я не знаю, там с палочкой соединяется, да. Стрела как делается. Ага. Зато мы теперь знаем, как делается стрела. Так. Нет. Это мы знаем, как. Перья не крафтятся. Топор. Тоже, да. Ну ладно. Weapon. Item slot. Сюда стрелу. Я вот что думаю. Нам нужно будет, наверное... Ставим тут. Пособираем сейчас на вещи. Сделаем нить. Попробуем зафигачить лук. А вось получится. Так, чувак, нет. Это все не так. Управление, если честно, где уже неудобное. Частенько попадает под перекрестие. Так что, я бы сказал, даже отвратительное. Ну ладно. Зашибись. У меня упало дерево. В этот момент как раз произошел отсчет следующих суток. У меня появились опять около кабины. Мы отдохнули. Изрядно все как бы хорошо. Деревья вот наши. Они упали. Собираем добро. Отлично. Так. Я Маляську перегружен. Что я думаю? Я думаю пока выбросить вот эти штучки-дрючки. Все вот это нафиг пока выбросить. Вместе с перьями. Вот это вот все добро. Все равно мне пока не нужно. Пока пожрать немножко. А то я смотрю, у ягодки портятся, похоже. Как-то мне их меньше стало, чем было. Так. Вот мы покушали Маляську. По-прежнему челюстью тяжелая. Что же я такое взял? Болотно, что ли? Ладно, давайте соберем еще ягодки. Ага. Так. Где она у нас? О. Покушаем. Чтоб не подохнет с голоду. Теперь самое интересное. Надо как-то разжечь костер. Желательно без спичек. Во. Просто доложил я его. И он работает. И все это работает. За такие деньги дано еще и работает. Нифига себе. Ага. Что ж. Хорошо. Давайте я добровольно пропущу. Нельзя что ли? Я думал можно будет. А вот, пожалуйста. Карта. Это карта, где я обитаю, да? Секунду. Интересная новость. Это я вот сюда мне надо, да? Бла-бла-бла. Это кабинка. Получается. В принципе, недалеко от меня есть место, куда я могу справиться. Да? Ну что ж, давайте попробуем. Меня, в общем, судя согласно по карте, должны были направить куда-то вот сюда. Надеюсь, я не запутаюсь. А то мне же еще как-то обратно надо возвращаться. Тут компаса нету, к сожалению, так что все на своем энтузиазме. Хотя, может быть, когда произойдет следующая смена суток, наверняка меня все равно отправят домой. Мне так кажется. Идем, идем, идем. Веселой дорогой. Что-то как-то от опростительности резко сразу мало стало. Посмотрим, где мы. Ну и где я? В общем, карта, если честно, не очень понятна. Что, где, почем и как. А главное, зачем я тут вообще нахожусь. Никто мне этого не объяснил. Ну ладно. Видимо, так надо. Ай. Как все печально и прискорбно. Так, мы подходим к осени. Ага. Так, я голодаю. И умер от голода. По причине того, что я немножечко не запасся. Что ж, как-то вот так прискорбненько все получилось. Не знаю, дорогие друзья, как вам. Понравилась такая игра или нет. У меня, если честно, не очень. И желания продолжать играть, у меня нет. Что ж, на этом все. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось данное видео. Оставьте свои мысли, пожелания в комментариях. Буду рад их прочесть. И, естественно, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, чтобы следить за новыми видео. А на этом у меня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok